Ребят, здорово! Это Шамшурин. И видос будет очень такой полезный, интересный, потому что он будет состоять и из моего монолога, и из кусочка разбора, который был у нас на тренинге, на тренинге практика, и из отзыва очень крутого чувака. Тема следующая. Есть такая штука, как страх быть не крутым, страх оценки общества, страх того, как меня оценят. Это очень сильно проявляется у тех ребят, которые приходят ко мне на тренинг, ну, соответственно, у тех, которые не приходят, он так же проявляется, просто я их не вижу. И люди же выбирают два варианта пути. Одни делают, что они с этим живут всю жизнь, и это очень тяжело, потому что это как некая такая большая тяжелая гиря, которую привязали к вам. И вы с этим все делаете. То есть, и многие преодолевают, прям просто перешагивают через него, потому что, ну, надо же как-то куда-то стремиться, да, то есть им хочется чего-то. Но им все дается очень тяжело, потому что они себя преодолевают, это забирает очень много энергии, это очень большой стресс. То есть, есть вторая категория людей, которые просто игнорируют этот страх, и получается, что просто ничего не делают, получается, вообще. Потому что им так страшно, им настолько боязно получить какое-то неодобрение со стороны общества, что проще вообще не делать ничего. Ну, потому что страшно. Вот. И они остаются на месте, живут в этой жопе. Ну, есть еще, конечно, категория людей, у которых этого страха нет. Это люди, у которых есть безусловная любовь к себе, то есть, и, соответственно, они живут и кайфуют. Вот. Но, как показывает практика, очень многие люди в нашей стране больны тем, что у них проблемы с самооценкой. Просто они настолько, сука, боятся, что они боятся признать даже кому-то другому в том, что признаться кому-то другому, что у них какая-то проблема с самооценкой, не дай бог кто-то узнает. Но это, как правило, видно сразу и невооруженным взглядом. Вот. Короче, смотрите, откуда это берется, да? Можно долго копать, можно долго размышлять, можно использовать ту версию, когда, ну, допустим, если брать, верить в то, что мы все произошли от обезьяны, то есть, был первобытный период какой-то, и получается так, что люди, это существа стадные, стайные, скажем, они не жили поодиночке, то есть, они гасили мамонтов целой толпой, они, там, готовили еду, они как-то существовали каким-то сообществами, они грелись у костра. Ну, и если вы чем-то не угождали обществу, то есть, если, как бы, этот неандерталец, персонаж, человек, как-то косячил, совершал ошибку, не угождал этому обществу, соответственно, его выгоняли из этой стаи, из этого сообщества, и человек, когда оставался один, он был обречен на смерть. Поэтому тут все очень просто, да, ну, как бы, тебе не хочется, чтобы общество тебя выгнало, сделал тебя изгоем, поэтому ты боишься накосячить, ты не косячишь, типа того. Вот, ну, и, как бы, конечно же, вторая версия, которая мне более близка, это то, что все-таки твои родители в детстве не додали тебе безусловной любви. То есть, у тебя нет права на ошибку. Это очень большая проблема, которая очень сильно распространена, и я вижу это на моих учениках, которые ко мне приходят учиться. То есть, нет права на ошибку, что это значит, что ты настолько боишься накосячить, потому что тебя не полюбят, если ты накосячишь, и тебя там выгонят из общества, тебе не дадут, тебя не погладят по голове и так далее, что ты, тебя это очень сильно сковывает. Откуда это берется? Конечно же, из детства, когда твоя мама, твой папа, при всем том, что они очень сильно тебя любят или любили, ну, как это у них называется, у каждого свое понимание любви, они, собственно, как-то тебя не так воспитали. Очень многие делают такую ошибку, они соединяют ребенка и поступок. То есть, допустим, когда ребенок что-то там накосячил, что-то сломал, что-то разбил, они говорят, а-та-та, ты плохой, потому что ты разбил, потому что ты накосячил, потому что ты сломал, потому что ты вовремя не пришел, ты кого-то обидел и так далее. Это очень большая ошибка, потому что ребенку нужно говорить следующее, что ты сейчас совершил плохой поступок, нужно объяснять, к чему этот поступок приведет, к каким последствиям, какой ответственности он может привести. То есть, за это такая-то, такая-то ответственность. Но при этом я все равно тебя люблю, ты у меня самый лучший, ты у меня самый классный, ты у меня самый-самый-самый, я никогда тебя не брошу, никогда от тебя не отвернусь, ты у меня молодец, ты у меня вообще хороший мальчик и так далее. Но поступок, который ты сейчас совершил, он плохой, и за него нужно нести ответственность. вот все просто нужно разделять ребенка и его поступки вот зачастую нам при всем желании как бы неправильно дали или не дали вообще этой безусловной любви и поэтому мама говорила будешь делать так будешь хорошим не будешь делать так будешь плохим вот вот и все и потом вы вырастаете и думаете сука я должен быть либо крутым либо меня не будут любить то есть у вас нет права на ошибку я не имею права ошибаться и это очень сильно мешает особенно людям которые приходят на тренинг то есть там есть персонажи которые вообще боятся что-то делать до их приходится прям сильно расшевеливать потому что как так лучше он вообще ничего не будет делать чем получит ошибку какую-то сделать ошибку и получит негативный результат есть персонажи которые делают вот как саня которым я расскажу и покажу позже в этом видео но ему дается это очень сложно то есть я видел что человек подходит я видел что человек знакомится все классный он еще такой весь красивый интересный харизматичный но фишка в чем что у меня нет задачи просто дать тебе результат чтобы ты там преодолевая себя сквозь зубы подходил знакомился брал телефон и соблазнялся нашелся женщину и так далее у меня есть задача дать тебе комфорт при этом и это самая главная задача которая должна стоять на тренинге потому что у него был результат практически сразу начал прям легко знакомиться и так далее но я видел как ему это дается для человека это все равно был стресс каждый раз это какой-то квест который надо было преодолеть который нужно было пройти чтобы в конце концов получить там какой-то заветный результат это неправильно потому что это тяжело так не должно быть должно быть гораздо легче должна быть полнейшая непривязанность к результату должно быть разрешение себе быть не крутым должно быть много чего еще вот и поэтому таким ребятам мы на тренингах даем задание если коротко есть пул заданий упражнений как бы суть которых следующее чтобы вы получили следующий опыт что вы будучи совершенно не крутым не тем образом как вы себе представляли как вы хотели бы быть а вот просто расслаблено спокойно на релаксе имея право на ошибку не право кому-то не понравится имея право косячить пошли получили положительный результат там есть очень много разных упражнений от я не альфа самец когда вы подходите и говорите девушкам о себе какие-то гадости что вы вообще не крутой и при этом они нормально на вас реагируют когда вы одеваетесь как-то по уродски и соответственно ну вот у сани был вообще такой щенячий восторг потому что когда он такой привязанный к шмоткам он очень круто выглядит он очень круто был одет на тренинге и соответственно когда он отдел вообще там идиотские вещи на себя такую стрёмную одежду то есть он говорит блин я в шоке что все равно девушки реагирует хорошо они дают мне телефон они улыбаются там они классно на меня реагируют вот есть еще упражнение которое называется лицо идиота это еще и очень глубокая психотерапевтическая техника которую я рекомендую всем делать и в этом видео дальше в разборе я расскажу вам об этом упражнении то есть дальше в видео вы увидите разбор кусочек разбора нашего тренинга практика который проходил не так давно и следующий поток уже собирается на конец марта вы уже можете сейчас принять участие записавшись по ссылке внизу вот и соответственно там я рассказываю как делать упражнение это называется лицо идиоты плюс еще в конце этого видео вы увидите отзыв этого замечательного парня очень рад сани что ты пришел я всегда буду рад тебя слышите видите . крутой чувак видно как ты себя преодолевал и у тебя все получилось здорово вот такая вот фигня ребят поэтому как бы информация следующий что нужно преодолевать свои страхи один раз наверное что-то с ними сделать понятно что многие сидят настолько глубоко что их надо вытаскивать и с помощью психотерапии с помощью самовнушение с помощью получения какого-то опыта но почему мне нравится тот формат когда мы на тренинге даем какие-то практические задания упражнения тем что можно несколько месяцев ходить психотерапевту и так или иначе любой психотерапевт вам скажет что вы должны получить теперь практическое подтверждение что вы думали неправильно что ваши страхи были беспочвенные то есть соответственно вы должны за короткий и сжатый промежуток времени пойти и понять что несмотря на то что вы не крутой сегодня что вы там плохо одеты вы измазались не знаю цементом вы несете какую-то херню вы можете себе позволить кривляться корчить рожи но при этом на вас нормальный хорошо реагирует что вы живой человек и вы имеете сука право на ошибку о которой ну как бы об этом праве вы забыли с самого детства просто потому что ваш мозг усвоил следующий механизм что если я крутой и классный значит меня любит если они крутой не классный значит меня не любит если я ошибаюсь значит я плохой значит меня не любит ни один человек не может прожить жизнь без ошибок то есть всегда мы будем ошибаться всегда мы будем косячить и многие вещи на земле вообще невозможно с первого раза сделать без ошибок и а некоторые из них вообще являются процессом а процесс в принципе не может быть как-то закончен каким-то результатом поэтому эти вещи надо убирать иначе либо вы вообще не будете делать ничего либо либо вы будете делать через преодоление жизни она вообще должна быть счастливой легкой радостной она должна приносить радость ребенок когда он рождается только-только он рождается для того чтобы быть счастливым и потом уже воспитание влияние родителей влияние общества они делают из него какое-то что-то другое это ограничены итак смотрим разбор ребята прежде чем будете смотреть значит ссылка на запись на тренинг практика внизу под этим видео плюс второго числа в москве в центре москвы у меня пройдет мастер-класс где целый день с 12 дня до 6 вечера буду отвечать на ваши вопросы и буду с вами всецело есть онлайн участие из живое участие смотрите проходите по ссылке если вы находитесь вне в москве пожалуйста бронируйте онлайн места и также 3 марта в этом же месте в центре москвы рядом с умом в шикарном пятизвездочном отеле будет проходить тренинг по свиданиям только для своих только для тех ребят которые уже проходили какие-то живые или онлайн тренинги я буду сидеть с живой красивой девушкой на ней буду в прямом эфире проводить целый день с утра до вечера будет проходить это свидание буду вам рассказывать показывать комментировать все свои действия как и почему что нужно делать очень большая боль для многих это свидание потому что кто-то может познакомиться но девушки которые вам сильно нравятся почему-то сливаются ну почему-то потому что вы ведете себя неправильно вы неправильно себя там ощущаете вот и соответственно вы будете иметь возможность задавать вопросы либо в живую ребят приходите в этот зал там 20 мест либо в онлайне также смотрите из любой точки мира все ссылки для записи на все тренинги под этим видео смотрим разбор увидимся это был шамшурин пока почему а при нас сколько ну сколько ты вообще по моему у каждой брал сколько тебя номеров ну то есть всего пять как бы давай подумаем если ты при нас взял пять номеров то есть бизнес ты их не взял как бы чем могло помешать не на откат это как-то да давай причины искать одна из причин вот это да то есть количество попыток было меньше вторая причина какая откат это ну что такое типа не знаю кризис для такой кризис то есть ну какие критерии почему там кризис в чем то есть давай распилим это не на кого свалить это не то вот ну простыми словами не на кого свалить это не то если какая-то хуйня то есть могу ли я предположить что почему вот в группе в толпе вместе с нами вот в этой движухе веселее и легче потому что ты думаешь у я не один здесь мы все такие и если чё-то не получится это вот как бы вот это не я как единица это вот это вот тусовка и это мы угораем и как бы это вот вот мы ну то есть перекладывание ответственность как только ты один тут получается что ну уже да нужно самому как бы отвечать скажем за свой результат могло ли быть с этим связи ну могло нет не знаю я уже какие-то свои предварительные выводы сделал по тебе то есть ты такой прямо это круто девкам это заходит там и внешкой как ты там так смотришь на них но это хуйня ну как бы я больше увечу с мамой или там с сестрой с братом там с папой из с кем угодно ты так не обили слушаем с другом так не общаешь ты думаешь друг нету даже не в этом то есть он надел маску охуенного этого голливудского актера вот так он даже ну я смотрел за мимикой то есть и это круто наверное тёлки ну какие то я говорю ну то есть опять же будет категория девушек самодостаточных там клевых которые там вращаются в действительно ну скажем кругах мужчин которые там этот какой-нибудь блять банкир этот какой там футболист этот какой-нибудь пианист но они эти чуваки в своей сфере очень крутые я не говорю только как критерий как деньги да там конец не знаю хуительный культом художник который не берет за это бабок на хуярит как бы и он кайфует от себя от того что он делает он весь в процессе и они так сильно они вот так скорее всего не делаю то есть как правило там чуваки которые не знаю в такой блять лохматый башкоки там обычный в ком не знаю там обо своем костюме может быть и они общаются ну они настоящие то есть в тебе не хватает настоящести то есть ты почему-то подумал что ну ты недостаточно прикольный поэтому надо еще больше усилить это вот этими движениями бровей и мы все будем это делать задание но тебе особенно она показана вот я не альфа-самец либо лицо идиота вообще охуенное задание короче то есть вообще лицо идиота делается перед зеркалом короче ты подходишь зеркалу и вот с таким лицом вот так вот можно так сейчас делать вот так вот со мной говорите короче смотри то есть ты какие вещи вас парят например там я не нравлюсь девушкам там я не уверенный я там боюсь отказа вы говорите себе с таким лицом перед зеркалом допустим как только возможно любое свободное время пошел по стать в офисе встал там пять минут по делу я не боюсь отказа я очень рады девушкам там я охуенный то есть я уверенный у тебя лицо должно быть дебильное но говоришь ты скажем адекватные с хорошие слова себя уверенный я сильный там блять и смотришь себя под то есть тут такая фигня происходит мозгу мозг видишь что ты как долбоеб выглядишь но при этом как бы вроде слова то есть именно вербальный канал он говорит какие-то хорошие вещи и как бы он начинает ну если долго это практиковать какое-то время мозг начинает думать такую фигню что типа в любой критической ситуации даже где я выгляжу как идиот я все равно себе говорю что я клёвый я классный как бы программирую ситуация хуёвая а слова хорош я молодец я спокойный я уверен это как бы одна часть этого задания ее нуждет самостоятельно вторая часть задания что ты подходишь к тёлкам сегодня как тебя зовут попробуй вот максимально притвориться не крутым то есть здесь все твое нутро имя не но можешь еще как-то блять я придавал насчет даже в эту тысячи ты сейчас правильно я понимаю хочешь спросить а можно ли как-то с крутым лицом сделать лицо за не чем более это как бы противоположно тому что вот самое крутое прикольная пиздата тем это лучше то есть сейчас ты даже бессознательно ты нет ну не ловишь себя ты подходишь и сам по себе уже нормальный чувак и не осознавая того пытаешься еще сыграть какого-то марлона брондо а тебе надо прийти и сознательно сыграть себя дебила и когда ты с ней такой минут проговорил подосли да ладно я угораю это как тебя зовут ну то есть как ты это понял давай на пять тысяч рублей поспорим может не будет но я просто 4 я да но по хорошему прям в идеале вообще вот этой фразы да я угораю быть не должно ты классно выглядишь ладно это как тебя зовут потому что ладно я угораю это все равно некое как бы оправдание что я щас шутил я щас стебал это был не я это был мой образ а после этого ты такой как тебя зовут просто резко перестаем вот так говорить мне саша зала становится обычным и если она спрашивает что это было как бы это это что тут как будто и показалось ну это по хорошему это одна из вариаций я не альфа самца то есть потому что лицо идет это еще психологический момент психотерапевтический если ты будешь еще перед зеркалом это делать какой-то набор фраз там пять-десять ну при тебя дрочит что ну каждого из вас что-то дрочит допустим там я боюсь отказа или что-то еще там мне похуй на отказы то есть ты те фразы которых ты боишься ты как бы их ставишь позитивный контекст и в такой вот рожей перед зеркалом говоришь мне все равно на откаты я спокойно себя чувствую то есть ты должен выглядеть как дебил еще раз но говорить хорошие вещи а это просто как вариант пойти показаться дебилом либо я не альфа самец но мы все это будем делать просто сейчас я вам скажу а вы запомните вы вспоминаете что бы вы никогда не хотели рассказывать девушки о себе но я об этом еще напомню да просто предварительно и очень коротко то что есть какие-то чуваки которые все сделать может захотят еще и потом идете рассказывать ей какой вы не крутой какой вы не охуенный всем привет меня зовут саша мне 21 год я прошел тренинг владимира шамшурина практика не только владимир шамшурин соответственно юры и дениса еще два тренера хочу сейчас сказать какой-то короткий но емкий отзыв о тренинге наверно по моим глазам то есть видно до сюда приехала за были немного опустошенные то есть выходя от этого тренинга каждый день я записывал себя на видео чтобы сравнить с предыдущим собой и это была колоссальная разница то есть у меня реально горели глаза и при том что мне нифига не было эмоций нифига не было энергии но глаза то есть говорят сами за себя чем было ситуация такая же не воду разливали давали кексики нет вы ничего не делали просто человек и помещать в ту среду когда он должен делать даже если ему страшно даже если у него там трясутся ноги и руки там и так далее там он не знаете какую теорию просто берет и делает как-то делает как-то потом все постепенно 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 и постепенно он топит наверх а нифига не вниз ну скажем конечно тренинг скатывайся но в любом случае все только наверх идет почему выбрал именно пол выбрал владимир шамшурин на честно говоря смотрел его короче просто четыре года на youtube просто так всю теорию забыв оскаке все знаю все моменты все круто нифига не подходил и почему-то именно этот человек нашу мне какое-то доверие то есть я не знаю сейчас пикап трениров очень много на самом-то деле и на каком-то ментальном энергетическом уровне то есть я как каким-то образом через экран телефона смог прочувствовать эту энергию и мне нравится больше всего эта философия что ты больше не браке даже не про пикап и там про телочек не за там про подходы вообще про развитие личности развития мужчины мужчин должен быть мужчины в первую очередь это помогает не только в плане съема девок вообще по жизни в бизнесе в спорте в чем угодно вообще вот то есть как то так именно по эти причины были именно такой формат например то что ни один тренинг соващики рифринера группа там именно такого количества человек было ли тесновато тесно я получил достаточный результат достаточное количество внимания я а четыре дня пути лопа мне говорят очень не два месяца ну блин это очень интенсивно четыре дня если вот таких интенсивных было два месяца ну как бы я что это должно было бы стоить вообще других каких-то космических денег это 1 а 2 то что ну за четыре дня реально можно научиться к тем причинам на самом деле дальше понимаешь он звучит человек же должен сам себя тянуть за яйца там за жопу за что-то еще угодно и сам это делать то есть четыре дня это база после четырех дней человек сам должен какие-то вещи начинать делать то есть именно так это и должно работать я считаю да если вам кто-то пообещает два месяца и будет эти два месяца ходить с вами за ручку не факт что будет и даже результаты как за эти четыре дня и потом полноценная работа один на один и почему я сказал то что этот тренинг он даже больше не про пикап то сном а про развитие вообще мужчины развитие его в обществе социуме как угодно вообще прокачка личности мужчины потому что вот здесь три человека три тренера даже несколько саппортов сказали мне вытащили какой-то мой такой закон таракан страх из головы от которого я считаю что нужно избавляться это такой страх то что обо мне подумают люди там как я одетом и так далее очень большая значимость себя получается не было такого что всем дают абсолютно одинаковую информацию все получили и делать все для каждого реально индивидуально есть какие-то базовые вещи но тренера саппорты то есть те люди которые у нас этому учат они подходят и уделять время каждому человеку каждый человек получает ту информацию те задания которые помогут именно ему что пожелаешь парням которые еще пока думают чуваки ни хера не думайте я тоже четыре года я думал четыре года я знал теорию думал я сам я сам попробую сейчас уже тогда уже начал представляешь что было бы уже сейчас на данный момент ты начал возможно я бы сидел здесь 4 тренеров как это вполне да такое возможно но я ни разу не пожалел что я сюда приехал было очень много сомнений то есть борьба с собой она была внутри своей головы и нужно просто взять приехать сделать это попробовать никто просто из вас просто реально никто из вас не пожалеет все вами